Добрый вечер, дорогие друзья, братья, сестры. Когда представители Ассоциации Азиз приехали ко мне с предложением провести такую выставку в городе Аракивы, я видел, как стратегическое решение провести ее здесь. Вы знаете, молодежные организации делают все различные мероприятия, веселые гулянки, поездки. Этим и специализируется в этом наша организация. Но когда пришли к нам с таким предложением провести достаточно тяжелую фотовыставку вещей, можно назвать это геноцид против азербайджанского народа, который происходил в недавней истории, 21 год тому назад, я видел, что стратегически важно провести это через молодежную организацию, чтобы передать молодежи, передать людям, жителям Аракивы, важность всего этого происшествия, чтобы это в будущем не происходило. Как сказал Роберт, кто нам может пообещать, что это не произойдет? Чем больше мы будем делать таких мероприятий, чем больше мы будем укреплять отношения между теми людьми, теми жителями городов, теми, которые прошли это лично, тем больше даст нам шансов это больше не пройти. И я хочу обратиться к Азизу. Вы делаете очень большую работу. Это нужная работа. И в будущем, если нужна будет какая-либо помощь нашей организации, мы всегда будем рады помочь в любом вашем начинании. И дай Бог, чтобы не было больше таких случаев. Азербайджан и Израиль – это братские народы, евреи и азербайджанцы. Весь Северный Кавказ жил вместе, всегда между собой в мире. Евреи себя в той среде чувствовали достаточно хорошо. Поэтому для нас это очень важно – укреплять эти отношения и продолжать делать такие мероприятия. Я больше этого скажу, что в Израиле на факультете международных отношений да, задевают вопрос этого Карабахского конфликта. Но, что было такое, такой ужас, об этом там не говорят. И я считаю, что одна из целей организации АЗИС встретиться с Академическим форумом Израиля и чтобы в факультетах международного отношения немножко расширили об этом вопросе. Чтобы действительно знали, насколько и какая боль была у азербайджанского народа. Пусть им будет всем земляков.